приветствую вас на канале потрясающий мир с вами анастасия и я продолжаю снимать цикл мастер-класса по изготовлению кукольного домика домик книжка сегодняшнем мастер-классе мы будем делать вот такую полочку для обуви эта полочка еще служит как и пуфик у этой полочки есть разные варианты можно сделать как такую так и вот такую вот такая конструкция полочки позволяет хранить 8 пар кукольной обуви а вот такие по 4 пары обуви я думаю нашим куколкам очень понравится вот такие вот полочки особенно для модниц у которых очень много пар обуви для создания полочки для обуви нам понадобится цветной картон гофрокартон тонкий картон ткань велюр или какой-нибудь трикотаж тесьма акриловая краска кисточки клей пва линейка и карандаш синтепон бумажный скотч наконечники для шнурков ножницы нож канцелярский мелкие цветочки бусинки и силиконовый клей сначала радиусом три с половиной сантиметра начертим два круга вырежем их а также нам понадобится четыре прямоугольника из гофрокартона размером 5 на два с половиной сантиметра дальше нам нужно все торцы наших деталей обклеить бумажным скотчем затем торцы детали красим в нужный вам цвет пока сохнет краска из тонкого картона сделаем сидушку для этого радиусом три сантиметра чертим круг на тонком картоне вырезаем его теперь нам необходимо вырезать круг из синтепона синтепон вырезаем чуть чуть меньше размером чем круг из тонкого картона остатки синтепона режем на кусочки и этими кусочками придаем сидушке объем далее сидушку обтянем тканью наносим немного клея на изнаночную сторону сидушки и приклеиваем ткань вот так всю лишнюю ткань обрезаем дальше придадим сидушке объемный вид для этого в центре мякушки пришьем бусинку теперь нашу сидушку приклеим к одному из кружков из гофрокартона Наносим клей и приклеиваем ее по центру. Далее все детали из гофрокартона нужно обклеить цветным картоном или принтом. Для этого на цветном картоне чертим три круга радиусом 3 см. Вырезаем их. А также нам будет необходимо из цветного картона или принта 8 прямоугольников размером 5х2 см. Этими прямоугольниками мы обклеим прямоугольники из гофрокартона. Вот так. А еще нам нужно обклеить кружки цветным картоном. Дальше нам необходимо круги поделить на 4 части. Для этого я из обычной бумаги вырезала круг по размеру кругов из гофрокартона. Затем круг из бумаги согнула пополам и еще раз пополам. В местах изгибов сделаем надрезы. Шаблон, который у нас получился, кладем на круг. И заворачивая надрезанные стороны ставим черточки. Потом эти черточки соединяем. Вот такая разметка у нас получилась. Со вторым кругом мы производим те же действия. Теперь на размеченные линии приклеим наши прямоугольники. Далее необходимо ко второй стороне прямоугольников приклеить второй круг. Наносим клей на размеченные линии и приклеиваем круг. На данном этапе работы наши полочки для обуви выглядят вот так. Дальше необходимо приклеить ножки. Наносим клей на наконечники для шнурков и приклеиваем их к полочке. Осталось украсить нашу полочку. Для этого мы берем тесьму и приклеиваем ее по краю сидушки. Дальше необходимо приклеить ножки. Вот такая полочка для обуви у нас получилась. Кроме того, ее можно сделать двухэтажной. Для этого нам нужно добавить еще один круг. И к нему приклеить четыре прямоугольника размером 3,5 на 2,5 см. Для того, чтобы полочка смотрелась интереснее, второй этаж можно сместить немного в сторону. Все остальное делаем так же, как и у предыдущей полочки. Украсить такую полочку можно мелкими цветочками, которые мы приклеим по кругу. Ножки приклеивать к такой полочке не обязательно. Таким методом можно сделать и четырехэтажную полочку. Но это уже будет витриной для обуви в магазине. Так что применяйте свою фантазию, творите чудеса своими руками. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok